Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. Ставить задачи необходимо, учитывая долгосрочную перспективу, а не исходить из требований момента. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на съезде Единой России. По словам главы государства, сегодня перед страной стоит много задач. Нам нужно перестроить многое в налоговой системе. Для этого нам нужно точно и абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы. С тем, чтобы и действующие пенсионеры, те, кто сегодня уже вышел на пенсию, и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно. Нам нужно дальше обеспечить обороноспособность страны. У нас много-много задач. И действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня. При этом президент отметил, что важно объяснять, с какой целью реализуется та или иная задача, а если что-то не получается, откровенно говорить, почему получилось иначе и как планируется это исправлять. В свою очередь, руководитель Якутии Егор Борисов отметил, что в настоящее время «Единая Россия» сделает упор на регионы. В выступлениях и президента Российской Федерации, и председателя партии Дмитра Анатольевича Медведева было озвучено, что партийная работа будет усилена. Мы понимаем, что сегодня эта позиция связана с тем, что партия «Единая Россия» в последние десятилетия берет на себя полноту ответственности за судьбу страны, несмотря на определенные сложности, определенные проблемы, которые возникают, вызовы, которые сегодня есть и внешние, и внутренние. И при этом эта партия не отказывается, берет на себя и пытается все это решать. И это, соответственно, должно организовываться не только на руководящем уровне, но и на местах. Другим темам сегодня открыли ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях. Протяженность дороги по реке составляет 12 километров. Для регулировки движения установлены дорожные знаки и информационные щиты. На выездах круглосуточно дежурят дорожные службы. Въезд на зимник разрешен автомобилем массой до 20 тонн. Полиция переходит на усиленный режим несения службы. Сотрудники МВД проверяют владельцев оружия и организации, изготавливающие и продающие пиротехнические изделия. А в местах массового скопления людей проводят операцию «Оптовик». О правилах безопасности при новогодние дни у полицейских узнал Виталий Абрамов. Проводится операция «Оптовик» в связи с новогодними праздниками. Совершаются частые кражи. Такие профилактические беседы о необходимости быть осторожными полицейские проводят в сезон новогодних праздников. С их слов, злоумышленники пользуются тем, что горожане и гости столицы, приезжающие из районов за покупками, порой проявляют неосмотрительность по сохранению собственного имущества. Проводим с водителями премиологические беседы, чтобы они не оставляли двери открытыми. Ящики, допустим, если есть установлены багажники. И то, что здесь входит сотрудник полиции по форме, люди видят. И человек 10 раз подумает, прежде чем совершит преступление в отношении. Таким образом, ежедневно на улицах Якутска, рынках и в «Оптовых базах» работают не менее 50 полицейских. Параллельно идет работа с мигрантами. Как правило, сложилось в практике нарушение не живет по месту постановки на учет, проще говоря, по регистрации, смены места пребывания. Ну, также работают без патентов на работу, так как сумма патента, многие не могут ее оплатить в месяц 8174 рубля. В связи с чем они не платят и работают без патента. Это тоже является нарушением. Также в это время чаще регистрируются угоны автомобилей с территорий, прилегающих к «Оптовым базам» и складам. Сотрудники полиции призывают гостей и жителей республики быть особо бдительными и осторожными в предновогодней суете, не зло употреблять спиртными напитками и встретить Новый год без эксцессов. Следующий год в Якутске будет годом новаторства. Глава столицы Айсен Николаев провел традиционную предновогоднюю встречу с депутатами Городской думы, руководителями предприятий и организаций и общественностью. Он озвучил итоги уходящего года, года добра. Николаев отметил, что за короткое время все подключились к благотворительным акциям. Жители сделали много добрых дел, провели субботники, отремонтировали и благоустроили дворовые площадки, дороги. Хороших показателей достигли сельхозпроизводители и резиденты Торг Конголасы. Также Айсен Николаев поставил новые задачи на предстоящий год и объявил 2018 годом новаторства. Через новаторство все силы будут направлены на реализацию интеллектуального и креативного потенциала столицы. И чтобы задать другу мощный импульс для обновления секции жизни нашего города, я объявляю 2018 год в Якутске годом новаторства. Очень рады, что такой год объявили. Это как раз по нашему направлению деятельности. Получается, что мы хотим постоянно наши деятельности направлены на новаторство. То есть, если мы их просто обучаем, это как бы не про конториум. А конториум должен постоянно производить какие-то новые проекты. Также сегодня труженики и представители общественности города Якутска за добросовестный труд высокие показатели деятельности. Личный вклад в развитие столицы получили государственные награды. Руководители региона Егора Борисова, правительство республики и медаль «Трудовая доблесть города Якутска». Никогда не думал, что наш скромный труд во благо нашего города ценится такой медалью. И, естественно, я благодарю свой коллектив, благодаря которому я, наверное, не держу эту медаль, новую медаль нашего города. И, естественно, в наступляющем новом году я желаю всем нашим горожанам счастья, удовольствия, благополучия, всех благ земных и все остальное. Нерюнгринское ЦРБ укомплектовано врачами только на 55%, а свободных вакансий в среднем медицинском звене – более 30%. Но в прошлом году работников больницы было еще меньше. Исправлять ситуацию помогает кадровая политика. В этом году в районную больницу устроились на работу 25 выпускников медицинского колледжа и один врач-эпидемиолог. Подробности далее. Вчерашние выпускники, средний персонал разного направления – фельдшеры, лаборанты, медсестры – попали в коллектив опытных специалистов. В Центральной районной больнице давно внедрен институт наставничества. За каждым молодым работником закреплен ответственный. А ежегодный праздник посвящения молодого специалиста превратился в добрую традицию. Я очень надеюсь, что у нас закрепление кадров будет постоянно происходить и обновляться в состав нашей медицинской коллективной больнице. В Центральной районной больнице работают опытные профессионалы своего дела. В результате комплексных мер, в том числе использования современных эффективных методик лечения, привлечения новых лекарств и увеличения мест в дневных стационарах, удалось снизить общую смертность населения. Буквально недавно в ЦРБ произошел уникальный случай, когда в отделение неотложной кардиологии поступил пациент с двумя грозными диагнозами – острый инсульт и острый инфаркт миокарда. В моей практике я 40 лет работаю. Это первый такой случай, чтобы больной поступил без сознания, в кардиогенном шоке и без давления, без пульса, с полным параличом. Уникальность случая еще в том, что через сутки пациент полностью восстановился. Благодаря усиленной профессиональной работе врачей Центральной районной больницы, больному удалось спасти жизнь и буквально вытащить его с того света. Сами из Кулапы говорят, что решающим моментом в данном случае был факт «золотого часа», когда родственники среагировали моментально, и скорая медицинская помощь доставила больного в течение часа после случившегося. Принято решение о проведении тромболитической терапии препаратом «Фратализин». После его введения в течение ближайших часов стабилизировалась гемодинамика. Так, благодаря привлечению специалистов и внедрению самых современных медицинских практик, коллективу Центральной районной больницы удается значительно улучшить качество работы сферы здравоохранения в Ниренгринском районе. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК «Саха», Ниренгри. Как привить здоровый образ жизни населению Тампонского района, решали за круглым столом. Он прошел в поселке Хандыга. В дискуссии приняли участие молодые специалисты местной, участковой и районной больниц, специалисты отдела спорта и физической культуры, администрации и представители некоммерческих организаций Чуропчинского района. Каким выводом пришли участники, расскажут наши корреспонденты. В Оленеводческом селе Тополино впервые прошла встреча молодежи села с врачами участковой и районной больниц, специалистами отдела спорта и физической культуры районной администрации, психолого-тампонской многопрофильной гимназии, учредителями некоммерческих организаций Чуропчинского улуса, где они ознакомились с историей создания поселка. Уже интересно, но контактировать будем сразу с этими молодежными населениями насчет резвостей. После обсуждения существующих проблем была принята резолюция, в которой разработаны мероприятия, предусматривающие подписание соглашения с администрацией наслега по разработке целевой программы, возможность учреждения гранта на уровне района по реализации проектов «Санинструктор-кочевник» создать трезвенническую дружину при главе наслежной администрации. Кроме того, прошли дружеский матч по волейболу и экскурсии по памятным местам. Пришли с докладами, с презентациями, поделиться опытом и что-то получить от местной молодежи и самим что-то рассказать. Большое впечатление произвела эта поездка на всех, кто был в этих краях впервые. Дала заряд бодрости и позитива для выполнения намеченных планов на будущее. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокор, НВК «Саха», Тампонский Улус. Все больше жителей Алёкминского района интересуются культурой народа «Саха». Это не только песни и танцы, но и шитье с приготовлением национальных блюд. Удовлетворить спрос населения к познанию нового уже несколько лет помогает клуб «Осохай». О нем расскажет Елена Фаст. Глядя на счастливые, светящиеся лица участников клуба «Осохай», сложно поверить, что формированию этому 25 лет. Настолько истрятся глаза, настолько молоды движения, а сколько энтузиазма и планов. В годы перестройки казалось не до поднятия уровня культуры, но именно тогда Наталья Афанасьевна подала эту идею. И как раз перестройка, все, да. И я говорю, Владимир Петрович, я хочу, говорю, якутскую культуру собрать. Это наших, говорю, старших бабушек, и я хочу, говорю, якутскую культуру показать. С тех пор живет клуб, где два-три раза в неделю собираются неутомимые активисты. Некоторые живут на слегах, но расстояние не преграда. Задача моя до 80 лет – жить и участвовать. А не смущает, что так далеко? Винкюрь, город? А нет. Винкюрь – это самый близкий поселок же. Основное направление якутско-национальной культуры – это не только песни и танцы, это и шитье, и приготовление национальных блюд. Но на саму национальность участников не смотрят. Главное – желание. Мне вот этот асупа очень нравится. Оно же якутское, какое-то разнообразие, песни какие-то хорошие, интонация, движение. Все мне якутское нравится. А у вас не сложно было за свой язык? Ну, у меня тяжело было. Ну, муж помогает мне переводить песни. Ага. Ну, иногда я сама поддерживаю их. Самое важное, чего добились участники – направление «Признано». Сегодня все больше желающих глубже изучать культуру народа Саха. Да, мне нравится играть. А чем, почему? Что у него такого есть? Потому что у них появляется очень красивый звук. К этому часу все, а в 20.44 мы вместе с вами подведем итоги уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok